обожаю курочку гриль скажите а вы хотели бы попробовать мясо динозавра наверняка мы опоздали лет так на 66 миллионов глупости как можно было вообще подумать такое или не глупости а что если я скажу вам что это реально более того возможно вы уже ели мясо динозавра если вы ели мясо птицы дело в том что птицы и есть динозавры есть два типа классификации филогенетический или неевский по имени карла лине согласно этой классификации живые организмы определяли в отдельные группы по внешним ортологическим признакам так живые существа имеющие перья и клюв относились к птицам кормящие молоком своих детенышей к млекопитающим покрытые чешуей с развитыми легкими при смыкающимся а все у кого больше четырех лап рядом ползучим нет конечно ли не не был лентяем как и я и классификации членостоногих также была выполнена линеем как и растения как и приматов которым линей пусть и с небольшой долей сомнения из-за теологических соображений все же отнес человека его работы или в основу системы учений которые привели в конце концов к появлению теории происхождения видов теории эволюции основываясь на теории эволюции возник другой вид классификации филогенетика которая объединяет организмы по их общему происхождению так вот согласно этой классификации птицы относятся к той же самой ветви позвоночных животных то и динозавры к ветви архозавров более того они относятся к тому же самому классу присмыкающихся и надо отряду динозавров также как и мы приматы относимся к классу млекопитающих и скажем отряду плацентарных птицы есть динозавры и вот такая вот классическая классификация относящая птиц к отдельному классу закрепилась да я сегодня произошел самого себя в тавтологии погодите а что вообще заставило нас думать что птицы есть динозавры вообще люди давненько находили следы динозавров такие как скажем штате массачусетс сша но конечно до обнаружения окаменелых останков и их описанием ричардом оуэном это тот чувак который назвал динозавров динозаврами такие следы относили к проискам дьявола следы драконов и так далее но сейчас то мы знаем чьи это следы и вполне точно определяем возраст окаменелостей так вот некоторые из этих следов очень похожи на следы гигантских птиц ну это так слову основной метод которым пользуются ученые чтобы понять принадлежность птиц к динозаврам сравнить строение обоих обоих а обеих обоев есть добрая сотня доказательств таких как пол и кости когтистые лапы и перья да да перья показывают нам родство динозавров с птицами но обо всем по порядку душка интересная кость по-английски уичбонг кость желаний это та кость которую некоторые представители вида приматов используют для загадывания желаний полагая что сломав ее и желание сбудется мы не можем найти эту дужку рептилий живущих сейчас но зато вполне можем увидеть ее скажем у скелета тираннозавра или велоцираптора да и вообще скелеты отдельных групп динозавров ящеротазовых динозавров тераподов очень схожи со скелетами птиц и восстановив скелет динозавров тераподов изучив их моторной функции и восстановив их с помощью симуляции мы можем увидеть их походку и она похожа на походку птиц они годзиллы конечно у птиц более приземленная походка из-за того что в ходе эволюции они лишились хвоста наверное просто потому что хвост при полете особой роли не играет лишний груз но это не проблема при собачьи в цыпленку искусственный хвост мы можем заставить его бегать точь-в-точь как динозавры теперь насчет перьев птицы пернатые птицы относятся к той же линии динозавров который относился тиранозавр рекс терапода так может быть и динозавры были пернаты но это подозревали давно так как на костях передней конечности динозавров часто находились отверстия такие же как у птиц которым прикреплялись перья проблема в том что перья в отличие от костей сгнивали и сгнивали полностью и очень быстро и поэтому хотя многие годы палеонтологии подозревали что динозавры родственны современным птицам но все же продолжали изображать более ящероподобными пока не начались находиться останки пернатых динозавров вообще-то первый пернатый динозавр археоптерикс был найден еще в 19 веке в баварии золенхофене о как я обожаю немецкий но уж слишком он был похож на птицу что долгое время мы считали его первой птицей но относительно недавно мы начали находить останки динозавров менее похожих на птиц явно покрытых перьями тут-то все и вставало по местам наши взгляды на динозавров в корне переменились на данный момент найдены десятки а то и сотни останков пернатых динозавров мы видим переходные ступени от динозавров птичьим динозавром таких ступеней такое множество насколько сильно размываются грани что порой ученые чешут репу думая этот динозавр или первоптица нужно чесать репу практически отпадает если птицы есть динозавры вопреки тому что мы привыкли видеть скажем в парке юрского периода больших еще раба разных динозавров современные находки позволяют предположить что многие из динозавров были покрыты перьями на самом деле даже сам тиранозавр рекс был покрыт перьями эдакий вот воробушек кусачий 6 метров высотой помимо всего прочего есть еще и генетика и генная инженерия дело в том что в ходе эволюции морды у птиц покрылись хитиновым слоем что в принципе не проблема многие другие виды динозавров имели клюв а еще не лишили зубов не все не все но птицы произошли от мордастых зубастых рапторов и мы можем разбудив давно уснувшие гены и отключив ненужные у птиц вырастить птицу вполне себе динозаври и мордой есть и гены отвечающие за рост зубов одна проблема гены формирующие эмаль из-за ненадобности попросту выпали но их просто можно восстановить трансгены не было у них это в генах это было бы невозможно сделать о чем в принципе и рассказывает джек хорнет палеонтолог и научный консультант фильмов парк юрского периода в своем видео ссылку вы также можете найти в описании теперь о происхождении птицы относятся группе динозавров под названием рапторы к особой подгруппе мани рапторов в этой группе были и поистине внушительных размеров виды а были и мелкие виды к одним из них относятся и велоциратор который вопреки образу показанному в парке юрского периода был чуть больше индейки и полностью покрыт перьями ну и ладно и вот каким-то образом часть этих мелких динозавров шастая по мезозойским полям и не сам научилась летать в итоге став птицами имеется и несколько теорий о том как эти мелкие динозавры освоили полет от маневрирования при погоне за насекомыми ранее общепринятый до взбирания на ответственные скалы и деревья случае опасности с последующим парением при спуске как это делают птенцы только учащиеся летать о чем в принципе рассказывается в этом видео ссылка также будет в описании в общем птицы настолько родственные динозавром что они есть динозавры надо бы сразу отметить что эти понятия не взаимосвязаны то есть птицы динозавры но не все динозавры птицы динозавров не относящихся к птицам современные ученые официально называют не птичьими динозаврами non avian dinosaurus ну а птиц птичьими динозаврами не верите что птицы и динозавры родственны взгляните на казуар этих птиц вы можете увидеть в алматинском зоопарке за отсутствием хвоста когтистых передних лап и наличием клюва их внешний вид немногим отличается от внешнего вида тераподов позднего мелового периода или посмотрите вот на эти птичьи следы динозавров похоже на то что ажека явно перекормила своих курочек ажека и курочка возрастом сотни миллионов лет или посмотрите вот на эти останки фараракусов гигантских птиц жившие гораздо более позднее чем вам не динозавры конечно имеется множество других теорий о происхождении птиц цветами развития параллельными динозавром и не относящиеся к этому надо отряду но все они как то до 29-летней казашки они желание выходить замуж высказаны родителям не воспринимаются всерьез официальная наука придерживается мнения что птицы относятся к динозаврам тераподом из группы мани рапторов которым относятся многие и менее похожие на птиц кусачие динозавры разве это не здорово теперь кормя голубей вы ощущаете себя погруженным в парк юрского периода парк юрского периода современности окей так значит мы множество лет жили рядом с динозаврами все это время думаю что они полностью вымерли да это так современная наука оценивает происхождение птиц 160 миллионов лет на деле птичьи динозавры не жили рядом с не птичьими гораздо дольше чем они живут без них после вымирания не птичьих динозавров около 66 миллионов лет назад экологические ниши занятые не птичьими динозаврами оказались свободными их смогли занять млекопитающие и птицы птицы и млекопитающие разделили этот мир после ухода динозавров и разнообразие видов резко возросло птицы стали свидетелями восхождения млекопитающих от мелких существ снующих в тени динозавров до их возвышения и появления человека и его цивилизации влияние птиц на историю человечества огромна птицы вдохновляли людей на открытие в течение всей истории человеческих цивилизаций водоража воображение и сподвигая на открытие начиная от мифов о дедали и карри до эскизов леонардо да винчи и первого полета на самолете братьев райд изображение птиц мы можем видеть в живописи архитектуре во всех цивилизациях они отражены в наших сказках сагах повестях и легендах птицы отражены и в музыке начиная с имитации пения птиц в композициях вивальди и бетховена и заканчивая кума кух лебедь во всех аспектах культуры и великих достояния человечества вовлечены птицы птицы становились символами как силы и власти орлы легионов древнем риме или мудрости сова афины в древней греции и также во многих других народах орел как символ свободы силы независимости изображен и на нашем флаге эти динозавры были рядом всегда и если мы будем творить глупости и в итоге вымрем есть шанс что динозавры останутся и после нас с вами была команда кусто